Опасность может быть не только на дороге, но и над головой. Птичий грипп проник в Башкортостан. Заболевание обнаружено в соседней республике впервые. Эта опасная инфекция способна молниеносно распространяться, а заразившиеся ею пернатые погибают поголовно. Как следствие, колоссальный удар по экономике. Чтобы не допустить попадания вируса, в набережных Челнах и Тукаевском районе усилили мониторинг за птицами. Все подробности у корреспондента программы Челной, 24, Эльмира Ганудиновой. Деревня Биюрган, Тукаевский район. Большая армия домашних гусей свободно разгуливает по полю. Недалеко здесь и река, в которой птицы могут поплавать. Но, как известно, в Башкортостане заражение произошло именно на водоеме от перелетных сородичей. Теперь в соседнем регионе введен карантин. Дикие домашние птицы могут встретиться на реке. Сейчас сезон миграции. И, по словам специалистов, нередко перелетные птицы останавливаются недалеко от водоемов, чтобы отдохнуть. Вирус перелетные птицы в буквальном смысле приносят на крыльях. Даже перья зараженных уток могут убить домашних сородичей. Поэтому ветеринары не устают повторять. Если фермеры хотят сохранить пернатых, то сейчас не стоит давать им волю. Птиц надо держать в закрытых помещениях. Мера строгая, но необходимая. Иначе можно и рублем поплатиться. В случае не выполнения данных требований, а требования, они регламентируются приказами Минсельхоза Российской Федерации, будут оформляться материалы и передаваться для рассмотрения административного производства в управление Россельхознадзором. Ветеринары обходят каждый подворье. С каждым владельцем идет индивидуальный разговор. Так, Гульнас Гельфанова содержит пернатых более 30 лет. По ее словам, за все время ни одна птица у нее не умерла от инфекции. А все потому, что она четко следует одному правилу. У нас 17 куриц и один петух. Мы их на улицу не выпускаем. У нас тут огражденное одно определенное место есть для них. Мы и там, и держим. Все у нас хорошо. Хорошо или нет, предстоит узнать ветеринары. Они словам не верят, поэтому птиц проверят. Из всего поголовья анализ берут только у 5%. И если куры – птицы спокойные, то их предводитель не умолкал всю процедуру. У пернатых взяли анализ на кровь и мазок из ротовой полости. Пробы исследуют методом ПЦР. С начала года только в Тукаевском районе обследованы более тысячи особей домашней дикой птицы. Вся птица, она подвержена заболеванию этим вирусом. 100% летальный исход у птицы. И это повлечет за собой наложение карантина на определенную территорию. И так как у нас в республике очень много птицеводческих предприятий, это повлечет за собой и экономический ущерб. Экономический ущерб понесут не только фермеры и предприятия, но и покупатели. Ведь рынок диктует свои правила. Если товар в дефиците, то цены поднимутся вверх. Через несколько дней ветеринары вновь вернутся в поселки и деревни района, чтобы проверить, как выполняются их требования. Не выпускать домашнюю птицу на самовый гул.